всем привет с вами цветозавр и в данном видео мы проведем обзор моего балкона в майами если интересно тогда погнали вы наверняка заметили что последнее видео все выходят из америки и частности из флориды из города майами все не просто так я надеюсь что когда-нибудь я расскажу вам почему я здесь оказался и что я здесь делаю но а пока я буду делать выпуски про растения про интересные природные места наверное слишком громко было заявлено я сделаю сейчас обзор своего балкона это скорее всего я просто поделюсь я здесь нахожусь уже 7 месяцев наверное до 7 месяцев и я не могу жить без растений свои родные цветочки в ростове я оставил часть я подарил часть я продал но без растения жить не могу и здесь я тоже обзавелся кое-какими домашними растениями которых сейчас покажу может быть опытом кое каким опытом поделюсь и пару фраз про штат флорида это настоящая находка для любителей растений потому что это самый зеленый штат это ну я скажу это рай для меня это рай потому что такого изобилия зелени цветов растений я не видел никогда и нигде пальмы фикусы стрелицы все растет живой природе и это невероятно это невероятно круто часто ты видишь как просто людям делают озеленение и беспощадно срезают кротон потому что нужно чтобы он был именно такой формы а для меня это о боже это же все росточки и так далее кое-какие и я подбираю и провожу над ними эксперименты но я думаю хватит болтать давай посмотрим что же что же я тут насажал что попадая в мою комнату сразу видно балкон и уже видно растения ну пойдем посмотрим поближе хочу начать обзор с растения которая первая появилась на этом балконе это вот эта пальма пальма magenta она называется сразу скажу что решающим фактором было ее приобретение ее размер и ее цена она стоила 20 долларов в америке 20 долларов за растения это ну это практически ничего за такой размер потрясающе она у меня уже выпустила несколько листьев я уже тут боролся с клещами так скажу клещи во флориде тоже есть и средства от них тоже есть и знаете что вам скажу мне кажется что они до сих пор остались эти клещи но ссоре будем лечить вещей в другом выпуске покажу какими средствами так дальше рубрика обломыши как я и говорил да в америке все растения которые мы с вами выращиваем на улице выращивают на участках у себя и приходят садовники безжалостно стригают потому что все должно выглядеть там четко по задумке и вот такие вот обломыши можно встретить которые я подобрал вот и посадил аспарагус жду когда-то все будет свисать с этой вот какой-то такой индийской тумбочки это все съемная квартира и это все хозяйские штуки дальше это уже мои штуки романтики от цветозавров такие вот островитянские фонарики со свечами обожаю вечером зажигать свечи романтик лавала но мы погнали дальше смотри рубрика обломыши также аукуба корделина и адрацена к сожалению не знаю ее название полного также это обломыши надены на улице мне кажется что вот это аукуба пролежала на улице несколько дней было безжизненно и вялая просто у мира и умирающая простояла в воде на неделе три-четыре после чего пустила корни я пока посадил три в одном три разных растения в один горшок потому что я пока не решил как я хочу это все чтобы это выглядело ждем смотрим наблюдаем такое растение как бугенвилия у меня еще есть наверняка слышали растет во многих местах во многих странах с мягким с мягким климатом самом деле сейчас она смотрится так не очень потому что она недавно отцвела и нужно отдохнуть примеру пару недель и она снова зацветет невероятное растение красивая это такая древовидная лиана любит очень много солнца чем больше солнца тем она будет ярче обильней цвести в общем показал вам такую вот одну часть балкона вот такая вот история следующее растение из нашего обзора это геликония она появилась одновременно с пальмой маджентой мне очень нравится и такие тропические листики которые напоминают немного стрелиться и как достаточно неприхотливая любит попить водицу очень любит попить водицу и я заметил что лучше ее немного прятать от прямого солнца иначе она желтеет становится такой немного бесцветной но и так я на улице наблюдаю она в основном хорошо себя чувствует там где на нее солнце не целый день вот такая вот штуковина тоже супер дешевая было ребят 66 долларов 6 долларов в таком магазине типа аналога российского леруа мерлен пару месяцев назад я оказался на ферме где выращивают кактусы и суккуленты ну естественно я не могу идти без покупок и вот что из этого получилось я накупил кактусов суккулентов накупил горшков и посадил из них композиции давай посмотрим здесь у меня всякие на самом деле нет никаких супер редких там гибридов все простое но так во флориде много очень солнца и поэтому не выглядит очень-очень аппетитно здесь и портулакарии и каланхоя нескольких сортов седумы и чаверии ну в целом смотрится очень-очень сочно вот посмотрел просто хочется просто просто хочется свежего салатика сразу есть композиции более такие кровожадные смотри эуфорби и но пла эуфорби ахари да такая вот чудовищная немножко ой не помню как этот кактус называется но тоже он такой необычный и чаверия все в таком посажено искусственном камне стилизированным под бетон по моему прикольно и композиции поменьше потому что суккулентов было очень много поэтому пришлось пришлось посадить вот радуюсь 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 также смотри чаток буррито тоже си синица чаверия вот кактус и суккуленты которые остались не задействованы я их посадил в отдельные горшочки и вот этот радуюсь им смотри астрофит он скоро зацветет видишь бутончики появились и скажу так что наверное месяц назад он уже цвел вот эти детки появились уже здесь у этого кактуса какой толстый ах и вот этот товарищ тоже был пересажен и еще одну композицию покажу тебе пришлось ее достать на пол потому что там уже плохое освещение пока я собрался снимать уже наступил вечер смотри здесь форби форби оругеноза и молча и медно ржавый и кактус лимит цериус по моему которые также у меня росли на балконе в ростове да ну это своего рода как связь связь с моим балконом на ростове в ростове и два таких пушистых цериуса в целом по моему смотрится прям прям композиция ночь и веря немножко такая видишь немножечко потеряла листья она сам для замокла под дождем и поэтому и было не очень хорошо но я надеюсь все растет все растет а кто у нас здесь прячется смотри вот это растение на самом деле это авокадо мне кажется у каждого человека кто любит растения когда-то был опыт поворачивания вак авокадо вот и у меня на самом деле я бы никогда в жизни его не сажал но если бы не я разрезаю авокадо чтобы его съесть так сказать и смотрю на косточку а косточка уже проросшие там торчат два таких побега но я думаю что тебя выбросить ладно посмотрим что из этого выйдет воткнул и вот что из этого выросла вот эти как раз два побега можно и наблюдать я не выращиваю их чтобы вот когда-нибудь может быть у меня будет авокадо нет мне просто интересно а вот смотри у соседей напротив растет дерево и видишь плоды знаешь что такое это манго это настоящий манго я в шоке так но теперь же все нужно поставить по своим местам как я надеюсь я все рассказал все показал было интересно лайки огонечки и комментарии может быть что-то я не рассказал или показал с удовольствием сделаю обзор 23 и так далее скажу так что когда ты находишься в тропическом климате живешь хочется попробовать с другими растениями не только кактусами и суккулентами которые выживают практически в любых условиях видишь и в высокой влажности и в отсутствии воды везде растут но из такими растениями которыми никогда не получалось у меня в ростове с папоротниками допустим с какими орхидеями в общем я думаю над этим я думаю что когда-нибудь я буду рассказывать про про свои цветы поделиться опытом пробираясь сквозь джунгли вот ну но на этом все спасибо что смотрели и до встречи на канале